Получить лицензию на оружие стало сложнее. Так, согласно новым правилам, медкомиссию можно пройти только в государственной клинике, а претенденты должны быть не моложе 21 года. Да и сдать сам экзамен не так-то просто. Подробности в следующем сюжете. Ваша мишень номер 4. Ваша номер 2. Базовое упражнение, время выполнения 5 минут. О готовности доложить. Четвертый готов. Второй готов. К выполнению базового упражнения приступить. Взять пистолет, вставить в магазин с боеприпасами, дослать патрон в патронник и произвести выстрел. Поразить мишень на экзамене по стрельбе далеко не самое главное задание. Члены экзаменационной комиссии больше смотрят на то, как испытуемый обращается с огнестрельным оружием. Валерий готовился к испытаниям 3 года. Причем не только ходил в тир, но и изучал историю создания разных образцов. Спортивная стрельба, она воспитывает и тело, и дух, и скорость мышления, и дисциплину. Я считаю, что это достойный спорт, которым стоит заниматься. Оружие – это предмет повышенной опасности. С ним нельзя относиться, как с игрушкой. То есть оружие может покалечить не только окружающих, но и вас самих. Как говорят специалисты, существует правило, которое нельзя нарушать. Ствол должен смотреть строго в сторону мишени. Палец должен касаться спускового крючка только во время выстрела. Все остальное время курок должен быть свободен. Ограничений не так много, но любое нарушение приводит к отстранению от итоговой аттестации. Эти правила написаны не бюрократами, эти правила написаны кровью. Несвоевременное нахождение пальца на спуске при занятиях спортом или на охоте может привести к несчастному случаю. Халатное отношение к оружию может привести к самым трагическим последствиям. И эти случаи происходят, и обучение, и сдача экзамена направлены именно на то, чтобы их не было. На практическом экзамене по стрельбе испытуемый должен показать, как он умеет обращаться не только с пистолетом, но и с длинноствольным оружием. Для того, чтобы получить зачет, нужно с расстояния в 10 метров хотя бы один раз поразить мишени с карабина. Этого вполне достаточно, чтобы получить разрешение на ношение и хранение оружия. Здесь все стандартно. Изменения коснулись только лишь прохождение медкомиссии. Сейчас справку можно получить только в государственной клинике. Результат годен или нет в электронном виде автоматически отправят в надзорные органы. В случае выявления данных медицинских каких-то противопоказаний, он на руки получает уведомление. И там законодательно предусмотрена ответственность данного гражданина в части, касающейся необходимости в кратчайшие сроки прийти в подразделение, намоченное в сфере оборота оружия, и сдать выданные ему разрешительные документы и оружие, соответственно, в том числе. Возрастной ценз в скором времени также будет увеличен. Приобретать оружие в личное пользование можно будет только тем, кому уже исполнился 21 год. Николай Свердлов, Новости Первоуральск.